Всем добрый день. Продолжаем наше обучающее мероприятие. Сегодня у нас совместное мероприятие Коалиционного центра при Министерстве энергетики и ЖКХ и Государственной жилищной инспекции. Тема нашего сегодняшнего обучающего мероприятия перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги. Я с удовольствием хочу передать слово специалисту Крючкову Алексею Борисовичу, начальнику отдела надзора в сфере платежей. Алексей Борисович, Вам слово. Приветствую участников семинара. Тема вопрос изменения платы в случае предоставления жилищно-коммунальных услуг надлежащего качеству актуальна. Периодичностью мы проводим ее, потому что согласно статистике жилищной инспекции обращений по именно перерасчету в рамках обращений граждан большое количество занимает. То есть актуальность и заинтересованность граждан по данному вопросу большая. Поэтому, проанализировав обращения граждан, выходит несколько вопросов, которые постоянно возникают. И рассматривая обращения, мы понимаем, что граждане все равно не до конца информированы по вопросу перерасчета. Как делается перерасчет, кому обращаться по перерасчету, каким исполнителям в той или иной мере. Вот хотелось бы осветить эти вопросы в данном семинаре. Разделим мы перерасчет на две составляющие. Это перерасчет за коммунальные услуги и перерасчет за содержание жилого помещения. Данные перерасчеты, порядок перерасчетов определены в постановлении правительства 354 правила предоставления коммунальных услуг. Это перерасчет по коммунальным услугам. Также перерасчет по содержанию установлен в постановлении 491 о порядке содержания общедомового имущества в квартирном доме. А хотелось бы сразу определить несколько вопросов, что же граждан всегда интересует в рамках данных перерасчетов. Первый вопрос самый актуальный, к кому обращаться в той или иной ситуации, к какому исполнителю по перерасчету по коммунальным услугам. Сначала разберем вопрос по коммунальным услугам. Все мы получаем платежные документы по коммунальным услугам. Там есть разные исполнители. Поэтому берем сначала, конечно же, наши платежные документы. Кто выставляет нам плату за коммунальные услуги? Что такое коммунальные услуги? Это водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, отопление, горячая и холодная вода, водоотведение. Все эти коммунальные услуги в той или иной мере могут по тем или иным ситуациям или не предоставляться, или предоставляться ненадлежащему качеству. Поэтому мы сначала должны определить, потребитель должен определить, кто является исполнителем той или иной услуги. У потребителя в данном случае, если он не заключал договора коммунальных услуг, есть только платежный документ. В этом платежном документе будет стоять исполнитель той или иной услуги. Возьмем, если горячая вода, холодная вода, там будет или водоканал, или РКС, то есть определенный исполнитель. Отопление – это, например, Т+. Почему произошло именно и рекомендации, почему посмотреть платежных документов. В основном в Самаре, в Самарской области сейчас так называемые, сейчас произошло изменение, так называемые прямые платежи ресурсоснабжающей организации. Прямые платежи подразумевают, что мы платим вот за эти коммунальные услуги в разных квитанциях, разным ресурсоснабжающим организациям. Здесь потребитель должен понять, что есть управляющая компания, которая содержит многоквартирный дом, есть ресурсоснабжающий организацией. В некоторых случаях управляющая компания предоставляет ту или иную коммунальную услугу. Возвращаемся к платежному документу, смотрим. Например, услугу по горячей воде предоставляет по тепловой энергии предоставляет Т-плюс, например. То есть мы уже определили, потребитель определил, что исполнителем является именно по услугу горячей водоснабжения по тепловой энергии. Сейчас я объясню, почему именно по тепловой. Т-плюс данные организации, например, в платежном документе. Горячее водоснабжение у нас делится на две составляющие. Это теплоноситель, то есть специально подготовленная вода. В основном это выставляет уже так называемый водоканал исполнителем. А вот тепловая энергия – это уже подогрев этой воды до определенной температуры. Отдельно выставляет за отопление тепловую энергию. Ну, по Самаре Т-плюс в основном. То есть мы определили, что если у нас горячая вода на, как кажется, потребителю недостаточно горячая, мы уже определили, кто же исполнитель. Вот почему я так подробно рассказываю про это? Потому что в этом кроются настоящие уже ошибки потребителей при выявлении факта ненадлежащего качеству той или иной услуги. На примере горячего водоснабжения. В основном потребители обращаются к так называемой ЖЭЛ. То есть, так называют их граждане уже более пристарелого возраста. Ближайшая ЖЭЛ приходит, там управляющая компания. Вот у нас вода недвижащего качества. То есть, и уже изначально они обращаются не к тому исполнителю услуги. Согласно, опять же, 354-го постановления, только исполнитель услуги имеет право составлять акт о ненадлежащем качестве, привлекая в то же время и обслуживающую организацию сетей данного многоквартирного дома. Но если потребитель обращается наоборот в управляющую компанию, то он уже сам себя вводит в заблуждение и идет не по тому пути, чтобы добиться того же как бы перерасчета платы. Поэтому давайте усвоим. Мы смотрим платежный документ, определяем исполнителя коммунальной услуги и обращаемся к нему. Вот в 354-м постановлении глава 10-я определены случаи основания изменения размера платы и также порядок установления факта. То есть как раз мы возвращаемся, когда потребитель видит, обнаруживает факт предоставления коммунальной услуги недлежащего качества, он обращается к исполнителю в той или иной форме. То есть в той или иной форме от телефонного звонка по регистрации данного звонка к исполнителю до письменного обращения. То есть удобная форма с исполнителем в принципе не ограничена. Главное, чтобы эта форма была определена исполнителем. То есть на сайте у него и в платежных документах есть телефоны определенные, по которым можно связаться, есть электронная почта, сайты, есть у нас госуслуги, ГИС ЖКХ, электронная сеть, по которой также можно обращаться с исполнителем. Но к чему я это говорю? Я говорю о том, что факт обращения должен в той или иной форме зафиксирован быть. То есть он должен быть зафиксирован потребителем, потому что с этого момента как раз и будет означать, что услуга, пока даже она хоть и не определена исполнителем, но уже есть факт обращения. И с этого момента, если ее признают услугой недвижащего качества, с этого момента и будет вестись отсчет по перерасчету платы. То есть обязательно потребитель должен зафиксировать в той или иной форме обращение свое. Это второй этап. То есть мы уже говорим, да, исполнитель раз определили, зафиксировать обращение два. третий этап это уже алгоритм действия исполнителя и потребителя по установлению этого факта. Вот если брать 354 постановление, там прямым текстом говорится, что основанием для перерасчета платы является акт, составленный в соответствии с данными правилами о услуге ненадлежащего качества предоставления услуг. То есть мы постановление возвращает и потребителей и исполнителей по сути к одному, что нужен документ, то есть который и будет являться основанием для перерасчета. Не какие-то слова, не какие-то телефонные обращения, да, а именно документ. То есть право потребителя есть закреплено в 354-м обратиться, да, обязанность исполнителя зафиксировать данное нарушение. Тут мы подходим к ситуации, как фиксируется данное нарушение. Она описана опять же в пунктах 98, 103 данного постановления правительства. весь алгоритм действий прописан. В основном о чем хотелось бы именно граждан предупредить. Как составляется акт? Акт, во-первых, составляется двухсторонний, то есть с одной стороны исполнитель, если есть необходимость, он вызывает представителя организации, которые содержат инженерные сети многоквартирного дома и потребители. То есть подписи исполнителя и потребителя в данном акте должны быть. Что фиксируется в данном акте? Опять же есть приложение 354 постановления, по которому есть отклонения, которые должны быть зафиксированы. То есть есть определенный перерасчет по данным отклонениям, ну например вернемся опять же к горячей воде. В точке разбора, то есть в квартире потребителя замеряется температура обязательно. Также на границе зоны ответственности, то есть на границе коммунального ресурса, где подает уже ресурсоснабжающая организация, тоже идет замер. То есть это скорее всего в тепловом узле. Вот эти два замера в связи с тем, что у нас исполнитель ресурсоснабжающей организации в акте должны присутствовать. Почему они должны присутствовать в акте именно два замера? Так как выше мы говорили о том, что здесь еще есть третье лицо, которое содержит инженерные сети, то есть мы понимаем, что от границы зоны ответственности ресурсоснабжающей организации до точки разбора потребителей еще есть инженерные сети. и может быть на них как раз и случилась какая-либо авария. Поэтому здесь в этом акте как раз и фиксируются данные температурные режимы. И если у потребителя например при замере окажется 45 градусов температура горячей воды и у ресурсоснабжающей организации зоны ответственности будет тоже 45 градусов, то мы здесь видим ну я конечно чуть-чуть утрирую ситуацию, то мы видим здесь уже какую-то вину ресурсоснабжающей организации. Но если в акте будет зафиксировано температурный режим например 60 градусов горячей воды поступает в дом, а у потребителя 40, здесь уже скорее всего ресурсоснабжающей организации предоставляет надлежащего качества коммунальный ресурс. Здесь можно говорить уже о вине управляющей организации или организации, которая обслуживает этот многоквартирный дом, почему коммунальная услуга не предоставляется надлежащего качества. Поэтому согласно 354 постановления вот в данном случае освобождается ресурсоснабжающая организация от ответственности. вот то есть мы понимаем, да, что в акте должны быть две температуры режима в связи с тем, что у нас теперь участвуют в основном ресурсники и управляющие компании предоставления коммунальной услуги. Дальше, что еще в акте может быть? Здесь может быть несогласие при замере температуры. надо обратить внимание, что при замере температуры может или потребитель не согласится, что она замерена неправильно, или качество. Но мы не говорим только о температуре и именно о температуре. Мы можем говорить и о санитарных нормах и правилах той же воды. Здесь может быть проведена экспертиза. Экспертиза, то есть уже акт этот будет не в один день составлен, а уже будет продлеваться. Экспертизу уже исполнитель услуг за свой счет должен провести. Здесь обращаю внимание, если экспертиза покажет услуг ненадлежащего качества, все расходы на себя берет исполнитель. Но если экспертиза показала, что услуга по своим параметрам в требовании к качеству отвечает, то здесь эту экспертизу оплачивает уже потребитель. Поэтому здесь потребитель может даже понести определенные расходы, если он будет не совсем уверен в своей правоте, но на экспертизу согласится, и надо понимать последствия. Может и такая ситуация быть. что еще в акте должно быть? В акте, конечно, должно быть время составления данного акта. Подписывается он двумя сторонами, один экземпляр обязательно должен быть вручен потребитель. С этого момента, с момента, как я вам говорил, если все же услуга ненадлежащего качества, здесь у нас получается с момента именно телефонного звонка, не с момента составления акта, а с момента этого телефонного звонка уже услуга будет считаться, что предоставляется ненадлежащего именно качества. Сразу возникает вопрос, до какого момента услуга будет продолжаться ненадлежащего качества. А здесь интересный факт. Здесь должен быть составлен акт о надлежащим качеством и также должен быть подписан двумя сторонами то есть потребитель как раз уже не бегает за исполнителем ждет когда ему восстановит эту услугу надлежащего качества к нему придут проверит опять же с точки разбора если это все работает и параметры соблюдены то подписывается о том что услуга предоставляет теперь надлежащего качества теперь мы сразу определили период то есть период перерасчета будет с момента обращения до момента составления акта об услуги надлежащего качества не как вот любит у нас делать исполнители когда составит акт и говорит только сегодня мы составили за сегодня тебе перерасчет нет такого не бывает то есть они вводят такие исполнитель будет граждан заблуждение утверждают что на каждый день нужен новый акт такого нету вот как раз в интересах исполнителя быстрее исправить эту ситуацию чтобы не понести расходы и не тянуть а а если они протягивают и не составляют это так то получается потребитель имеет право на по сути и на месяц и на два и на три на перерасчет потому что но нет этого акта они могли его забыть составить не захотеть его составлять да там управа то остается потребитель то есть вот эти надо понимать гражданам что они тоже защищены если первый акт будет составлен соответствии с данными правилами то есть по нему однозначно если акция станет соответствии должен быть произведен перерасчет и как разъясняемые мы своих ответов если у вас такой акт есть присылайте нам мы это будет уже нарушением являться если не произведен перерасчет по данному здесь меры в пределах компетенции жилищная инспекция будет принимать к исполнителю услуги хотелось бы отметить некоторые изменения которые произошли в августе 21 года постановление 1017 несло некоторые изменения тоже в порядок перерасчета какой не то что порядок перерасчета а к требованию перерасчета до августа 21 года значит у нас законодательстве в правилах 354 было следующее если ресурсоснабжающая организация виновата да то она делает перерасчет если она не виновата и доказана это актом то не перерасчет а теперь все убытки которые понес потребитель убытки заметьте имеет право вам при предъявить к управляющей компании то есть сами понимаете ситуация интересный возник возникает какие убытки какой перерасчет да очень часто на инженерных сетях по правде какие-то были есть аварии и виновата управляющая компания как это делать гражданину потребителю и вот эту ситуацию сейчас исправили сейчас ее исправили у нас есть 103 пункт который говорит о том что исполнитель коммунальные услуги то есть который по 157 статье части 5 стал исполнителем как раз ресурсоснабжающая организация она делает перерасчет в любом случае за исключением если это непосредственной формы управления то есть дома не этого какую до 16 там квартир то есть сейчас ситуация для граждан объясняю какая если в ту если даже виноват ресурсник то он делает перерасчет как и было и если виноват у к управляющей компании ресурсоснабжающей организации вам произведет перерасчет но ресурсоснабжающей организации произведя вам перерасчет будет требовать уже определенные денежные средства с управляющей компании вы потребители мы не касаемся этих взаимозачетов то есть вот этот законодатель изменил форму перерасчета с августа месяца и теперь потребитель вот с этим актом кто бы был не виноват управляющая компания или или ресурсоснабжающая организация получит перерасчет именно в денежном эквиваленте то есть денежном эквиваленте снижение платы в счет будущих платежей исполнителей коммунальных услуг то есть на снизить плату просто в следующем платежном документе то есть ситуацию чуть-чуть исправили теперь не надо бегать за управляющей компанией в суд идти доказывать что вы что-то понесли какие-то убытки и судиться до бесконечности потому что понятно что управляющая компания добровольно денежные средства постарается не заработать то есть теперь вот эту ситуацию 103 103 пункте 354 постановление законодатель изменил в пользу потребителей вот чтобы еще хотелось отметить по перерасчету платы по перерасчету платы конечно надо еще один пункт определить смотрите очень бывает часто очень часто ситуация опять же который мы читаем и смотрим в обращение граждан мы обратились никто не пришел или мы решили и сами составили а вот он то есть опять же 354 постановление прописан случай когда можно самостоятельно составить акт от о ненадлежащем качестве который подписывает председатель совет квартирного дома и два свидетеля но это так надо тоже быть с ним осторожным то есть его не просто так составить да а а только после процедуры извещения исполнителя до надлежащего установление когда он должен был подойти определиться когда они должны были составить это исполнитель не пришел вот если есть у нас опять же вернемся к извещению что извещение есть но исполнитель не пришел тогда вот акт самостоятельно составлен со свидетелями и с председателем совета квартирного дома зафиксированный ненадлежащего качества услуги тогда он будет являться легитимным то есть легитимным составлен в соответствии с 354 правилами он будет являться таким же как если бы исполнитель составил совместно с вами поэтому очень большие ошибки совершают граждане который просто не извещая исполнителей составляет те или иные такие акты принять ни жилищная инспекция несут не сможет именно в рамках непосредственного требования перерасчета по 354 постановление но вместе с тем хотелось бы обратить ваше внимание на разъяснение верховного суда пленума номер 22 по вопросу перерасчета плата то есть употребители всегда есть право обратиться в суд даже если он как-то неправильно составил данный потому что суд он сказал что можно любые свидетельские показания вплоть до видеосъема полусвидетельские показания любые будут являться в той или иной мере являться доказательством что услуга была ненадлежащего качества да то есть тут мы разделяем как раз на две составляющих вообще доказательства то есть или мы составляем от соответствии с 354 постановление процедуру проводим здесь есть право потребителя не обращаться в судебные инстанции обратиться жилищную инспекцию в рамках уже надзора если перерасчет не делается да и также он может не составлять такой акт как таковой да но попробуйте через свидетельские показания через определенное обращение но не получать составить акт а очень много доказательств да но это уже на как говорится на суд вынести что решит судья и если перевесит доказательная база потребителя то перерасчет уже будет требовать в решении суда может появиться поэтому у потребителей две ситуации когда он может добиться перерасчетов то есть по пути 354 эти все сделать правильно здесь отказ перерасчете будет уже квалифицироваться как нарушение и здесь жилищная инспекция может принять на себя как бы требования чтобы прерасчет был и также если что-то не хватает именно в данной ситуации можно через свидетельские показания через видеосъемки через какие-то акты в купе обратиться в суд вот это главное то есть но если по появляется еще раз если появляется желание просто составить тяг куда-то направить его и требовать перерасчет вряд ли какая-то будет реакция со стороны исполнителя услуг там тоже у них есть юристы которые работают над этой темой и отказ будет по сути правомерен если будет просто какая-то бумажка который не не соответствует правил 34 поэтому еще раз обращаясь потребителем весь алгоритм действий он увы ну сложноватый сложноватый но его если его не пройти то снижение платы будет затруднительно вот это и хотелось бы в основном донести до потребителей алексей борисович вот нам в региональный центр часто попадают вопросы по этой тематике в том числе могу сказать огромное спасибо за сегодняшний обучающие мероприятия потому что все вопросы которые у меня были подготовлены они раскрыты в результате вашего выступления сегодняшнего четко по делу спокойно понятно для конечных потребителей когда как и что обращаться в данном случае алексей борисович вам огромное спасибо спасибо что выбрали время спасибо тех людей которые посмотрят нас на сегодня я думаю достаточно мы еще продолжим эту тему спасибо что статистические данные действительно вот подключили посмотрели что какое у нас большинстве случаев вопроса что действительно и закрылись те вопросы которые обращаются к нам люди когда возникает вопрос перерасчета законодатель конечно порадовал нас все таки вот разъяснением 354 внесением изменений а все таки стало более понятно теперь чтобы не мы не мы потребители бегали здесь а ситуацию все таки уже хозяйствующий субъект решали между собой сами своем порядке как они должны это делать спасибо алексей борисович спасибо вам всем кто посмотрит наше мероприятие всего доброго будьте здоровы